Общаться с русскоговорящими гражданами по всему миру и помогать иностранным студентам получать образование в России. Вот одни из основных задач Федерального агентства Россотрудничества. Оно налаживает народную дипломатию между странами, что открывает различные возможности для совместной реализации масштабных проектов. Об этом глава ведомства Евгений Примаков рассказал на круглом столе с представителями регионального правительства и самарских вузов во время рабочего визита. Ведомство имеет контакты с 80 странами, это открывает широкий простор для сотрудничества российским компаниям. У многих представителей бизнеса, у которых есть интересы за рубежом, соответственно, есть и какие-то идеи, которыми они будут рады поделиться по поводу того, как мы можем их поддержать. А у агентства присутствие в 80 странах мира это достаточно большой ресурс. Это и контакты с предпринимательскими гуманитарными кругами, то, что не входит в компетенцию непосредственно дипломатических представительств, а закрывается нами. Самарская область не понаслышке знакома с проектами Федерального агентства. Регион в прошлом году уже встречал русскоговорящих детей из других стран в рамках проекта «Здравствуй, Россия», а самарские вузы привлекают большое количество иностранных студентов. В областном правительстве уверены, что это сотрудничество необходимо расширять и продолжать, тем более, что региону есть, что предложить зарубежным партнерам самого разного уровня. Все эти проекты так или иначе направлены на продвижение региона, его компетенций, его усилий по созданию новых конкурентных преимуществ, совершенно разного свойства. Речь идет не только о бизнесе, в международном глобальном поле. Одно из основных направлений Россотрудничества – это помощь иностранным студентам. В этом году 30 тысяч молодых людей из других стран поступили в российские вузы. О преимуществах обучения они рассказывают своим землякам, которые приезжают поступать и на коммерческой основе, а это дает импульс к развитию регионов и страны в целом. Андрей Горгуленко, Николай Пифанов, События.